всем здоров друзья с вами валерий и мы продолжаем проходить всякие разные инди хорроры и на очереди у нас игра под названием blameless наверно так наверно так вот называется и короче я не знаю я не читал про что игра что она из себя там представляет а посмотрел инди хоррор посмотрел скриншоты да пойдет и короче поставил сразу установил ее и будем короче разбираться сейчас все вместе давайте новая игра вот и погнали я архитектор филансер так что беру заказы когда они появляются поэтому когда этот человек позвонил мне я обрадовался что у меня наконец-то будет оплачиваемая работа он сказал что ему нужна помощь с дизайном интерьера я всегда уважаю людей которые умеют строить поэтому конечно согласился прийти и взглянуть у меня уже появилась парочка идей было уже довольно поздно но он наставил чтобы я приехал в тот же день я попробовал пойти ему навстречу не хотелось терять этот заказ я приехал к нему на машине дом был совсем в пригороде достаточно далеко но рядом были еще дома тихое местечко мужчина встретил меня у ворот забор был временный и ворота были сделаны из гнющих деревянных досок он начал показывать мне двор мне показалось странным что дорогу нам преграждает большой мусорный контейнер из-за него нам пришлось пройти через гора чтобы попасть дом он повел меня по комнатам я стал осматриваться какой-то момент я увидел пятно на первом взгляд показалось мне кирпичной пылью но потом я понял что это была кровь разлитая на полу я подумал что наверное еще один рабочий и поранился я обернулся чтобы сказать об этом и тут я увидел что его короче ударил голове я даже не успел защититься я должно быть отключился и не знаю как долго был без сознания когда я очнулся короче какой-то маньяк наверное не знаю какой-то маньяк нас стукнул по голове завел короче в логово стукнул по голове какой-то больной ровшан джам шут стукнул нас по голове короче вырубил больно так ну вот в принципе мы очутились очнулись очнулись какой-то херотине по всему по видимому наверно мы заперты здесь не похоже чтобы это кровавое пятно было результатом простой травмы на посмотрим море какие-то улики что ли смотреть кажется свежая кровь еще не до конца высохла выглядит как будто через кровавое пятно что-то протащили интересно интересно ничего не понятно но интересно неужели мы будем сражаться с маньяком они с какими демонами или этими монстрами призраками смотри nokia накай накай но типа nokia короче на windows фон и да знаете на так нажмите и или подвигайте колесо вперед назад чтобы посмотреть инвентарь а даже тогда у нас есть инвентаре так окей покрутим повертим телефон разбит ближайшее время он точно не заработает зачем он нам нужен непонятно ладно давай допустим окей смотри молоток чё уронил то махаться им не можем нет понятно этом у нас не обучали кусачки кусачки так понятно тиски у нас двигаются работают так что у нас еще здесь есть штукенция не помню как она называется короче для для стяжки чтобы стягивать что-то короче вот так ладно стеклопакета у нас тут принципе в идеале можно было бы выбить короче кирпичом каким-нибудь или доской стеклопакет разбить и выйти отсюда ну ладно это слишком просто для нас слишком слишком просто так ладно фонарик фонарик труба гадим может на трубу можем что-нибудь сделать может сюда поставить нет нет я так понимаю короче нам надо выбраться так я не смогу пройти дальше нет дверной ручки понятно зачем он ударил меня под и потом запер здесь как зачем это же маньяк у него может планы на тебя какие-нибудь может он расчленить тебя хочет или еще чего-нибудь или хочет построить наш дом на костях закидать все трупами короче замуровать в стенах так ладно потолок сыпется море здесь у нас знак вопроса как возможно смогу пройти дальше через чердак слушай тоже неплохая идея чердак только надо открыть этот чердак непонятно как шпатель не берется так ладно надо обдумать обстановку все мы с этим можем садиться да мы можем садиться можем бегать это радует бегать довольно так резво нормально не как коллега какой-то так смотри здесь ведра какие-то о это железяка арматурина она тоже ничего не бьет и о нормуль затянуть так надо согнуть арматуру но она слишком твердая руками не выйдет окей смотри у нас есть молоток у нас есть молоток нет молотком нет но кусачками сейчас надо делать бессмысленно смысле смысле бессмысленно смотри даже так трубой короче на трубой мы так арматурина арматурина смотри я так полагаю нам сюда и пихнуть надо я мозг я мега мозг окей так погоди куда ты слышь слезь я еще не собрался никуда выходить я хочу взять наверно молоток на всякий пожарный чтобы блин семень какая так надо содержать что это еще было я думал сейчас начало это грома это по ходу кого-то тащили что ли дачи перетаскивали так ладно вот так смотри тут что то есть тут что то есть ладно давай посмотрим кошелек кошелек что интересно в этом кошельке библиотечная карточка на имя хелленд вудворд как она тут оказалась может это жертва может это маньяк оставил хотя он говорил что в мане этот рапшан это мужик то поэтому а здесь имя женское туалет туалет о не зря я взял короче молоток да наверно можно будет выбить доски нет нет тут закреплена проволоки проволока то блин проволока вот молотком взял треснул пару раз даже по доскам по 3 побить короче этим молотком и все чики-пуки будет доски вылетят ну ладно это слишком просто как говорится еще раз повторюсь да посмотрим тогда что мы можем придумать короче так понимаю нам надо просто выбраться отсюда сбежать из заточения так смотри а это вот дверь которая мы стоят стороны были заперты короче очнулись так ладно коробка коробка о смотри лом лом кусачки о кусачками можно кстати проволоку отрубить смотри лом застрела под балкой застрела под балкой надо чем-нибудь короче наверное может кусачками нет кусачками это чё такое дырочки при арматуре на а вот смотри а вот смотри застрела под балкой смысле вообще просто как все так лом отлично лом 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 ломик давай-ка мы выломаем дверь нет блин а почему ломом ты не выбить дверь ты че издеваешься ты приковаешься сейчас или чё в смысле от кусачки о смотри тут какой-то еще значок это болт взяли давай кусачками попробуем кусачки сломаны тут на ручке должен быть шарнир на его нет а да вот так погоди у меня же я взял сейчас да вас пари болт вы можете взаимодействовать с любым объектом перед вами попробуйте и шуруп кусачки я себе вот это да вот это да даже такое можно сделать так ладно все дверь отлично дверь есть так ломик мы с собой возьмем не зря же мы его достали окей я слышу звук улица вол блин мы здесь не одни блин фонарика вот фонарика здесь не хватает слышу погоди мне дверь не открыть окей блин как же темно не провалиться бы куда-нибудь о смотри загорелся свет отлично да ну нафиг нет тут я обратно не пойду я вообще не хочу обратно а кто хочет там злой рапша нам а сидит начальники злой так вниз смотри давай здесь еще посмотрим может что нибудь намутим так погоди эту штуку не открыть это электричество да подает щиток так ладно допустим допустим давай спустимся вниз но что тащили на трупец тащили полюбас следы иж кровавые окей не нравится мне этот темный коридор посмотрим работает ли включатель освещения так а где ты включатель освещения видишь о смотри дверь открыл неплохо о смотри выход на улицу так погоди выходить пока на улицу не будем выключатель освещения вот это что я да смотри свет работает так то лучше отлично подпроводка проведена так что здесь мы имеем здесь не черта не черта какого черта о ты смотри труп это вот наверное та вот чей кошелек наверно блин она она мертвая это она мертвая ё-моё так ладно смотри что это у нас ключи запиской ключи адрес этого дома ее тоже сюда пригласили кто-то убивает короче фрилансеров да так ключи это пыль прикольно похоже на то что я нашел на полу наверху ее тащили сюда через звездов я же говорю да я говорю я говорю уже труп тащили короче либо может тащили пока она еще была живая а прикончили ее здесь ну вроде как знаешь смотри она одета вроде над ней не глумились вот он просто ее тупо убил короче так что за банка кофе а это фонарь банка кофе окей как что он вниз как-то светит включить выключить фонарь отлично теперь у нас есть освещение это это хорошо так ладно здесь ничего нет давай выйдем на улицу сейчас посмотрим взяли какие-то кстати ключи да ну еще а давай вот здесь глянем если по любому что нибудь еще лежит наконец-то вырвался из дома смотри прикольно да вообще сделан блин мне и оптимизация нравится напряму вот так держите shift не зря блин подсказочки сейчас наверно бегать блин сейчас наверно будем бегать так канистра заперта а погоди заперта ключи ух ты ж прикольно прям прям вот прям как в фильмах ужасов да да город это выход а ништяк ништяк мы так быстро выход нашли нам по-любому что-то будет здесь не так короче не может просто так быть нас просто так не выпустят вот вот сто процентов сейчас по-любому дверь наверное закрыта или что нибудь еще не работа а смотри блин твою-то мать а о боже тут страшно да ну ты только сейчас это понял чёрт электричество нет мастер похоже весь гараж обесточила так погоди а электричество электричество мы видели в доме а вот смотри щиток еще в доме там щиток был я думаю нам туда да вон там мы еще не смотрели давай-ка прогуляемся посмотрим может может здесь может здесь чем-то с электричеством можно намутить какая-то сторожка да какая-то смотри свет горит а дверь то где вход а вот так окей плитки крыльточки да открой ты дверь так а это у нас что это за какая-то мастерская краска кругом всякая здесь можно на нас спрятаться это лезь смотри документ документы так кому симпсон хопкин анна кэтуэл 13 июля 2001 года тема последнее письмо напоминания сообщаем вам что согласно нашим записям на 12 июля 2001 года мы все еще не получили назад строительные леса или три подвесные лестницы которые вы одолжили в магазине таком то 7 июня этого года пожалуйста верните леса в течение 14 дней с момента получения этого письма если вы решите проигнорировать данное уведомление мы передадим эту задачу коллекторской фирме которая будет вынуждена принудительно изъять леса из вашего владения покрытие любых сборов и штрафов вызванных подобным действием является ваша ответственность примечание вы больше не получите никаких напоминаний от нас с уважением она кэтуэлл понятно понятно короче задолженности какие так сломано это у нас тут сломано все должно быть это одна из трех навесных лестниц о которой говорилось в письме да она сломана я не знаю смогу ли я починить ее я думаю нет думаю починить и я не смогу да давай сюда заглянем короче это лестница вот для этих лесов понятно с лесами нам ничего нам надо короче подать подачу энергии короче подать подачу энергии короче смотри вот еще домик старушка да какая то или что то пять темные комнаты ладно допустим так здесь куча всяких арматурин а блин взял бы да ну себе арматурин какой нибудь я бы на его месте взял какую нибудь дубинку или блин ту же железяк да тот же лом который вот мы подобрали я бы взял короче о смотри свет загорелся загорелся свет так почему все где заперто замок смотри замок блин я думаю нужна эта монтировка а где мы монтировку оставили где щиток короче туда надо короче возвращаться к щитовой где то она так где же она по моему здесь на втором этаже да или где то здесь где на втором этаже значит получается получается ой как 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 это было так вот щитовая короче монтировка где то здесь у нас да ему где то здесь ее бросили или или нет погоди или нет а здесь заперто и ключи не работают нету у меня ключи так окей вот это уже серьезная проблема а куда мы дели лом так так возвращаться типа он не хочет да что где то здесь что ли бросил или я бросил его еще раньше интересно девки пляшут а как что мне теперь делать это очень 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 интересно так окей допустим ладно значит искать надо что то здесь как открыть ту дверь ладно в общем здесь гараже электричество нет электричество нет так смотри здесь пила о смотри лестница отлично погнали где там эти леса вот так неплохо неплохо вот это подгон вот это подгон о о о ты как здесь начальники начальники нет не трогай меня нет отвалят меня начальники нет ровша нам а о смотри как он он быстро бежит полиция попался не двигаться вы арестованы я арестован в смысле встань на колени я ничего не сделал быстро встал на колени вы арестованы мать твою нормально вообще да вот что произошло он ткнулся за мной с арматурой в руке он наверное спрятался когда я увидел полицейский машин останавливающийся у ворот мистер мальком мы тщательно обыскали двор и не нашли никаких следов кого-то другого не 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 он был здесь владелец который мне звонил был здесь предыдущие хозяева продали дом из-за личных финансовых проблем две недели назад они переехали в другой город на том конце страны а частная компания которой дом принадлежит теперь подтвердила что все сотрудники не здесь а на корпоративное мероприятие для да как это вы смогли не найти следов я тебя понял нашим офицерам поступил звонок от кого-то и соседей что в доме включен свет и по двору и дому ходит подозрительный человек соседи описали тебя они не видели никого другого но как же ничего не понимаю я заканчиваю заливать зато я все отлично понимаю должен честно сказать я не верю ни единому слову из этой побосенки что ты мне втюхиваешь по всему выходит что ты убил мы нашли кровь жертвы от тебя в кармане и офицеры поймали тебя при побеге с места преступления ты больше не угадай отпечатки чьих пальцев совпадают с теми что мы нашли на теле жертвы а в смысле не знаю зачем ты убил ее но гарантирую ты никогда не выйдешь вы идете к одну мистер невиновный нормально такое чудо в смысле отпечатки пальцев или наверно да он наверно щупал да наверно ее смотрел куда а эти ключи когда брал наверно да оставил отпечатки на руке там типа того ну короче ну ну я ничего не понятно но очень интересно вот такой вот инди проект в принципе ну неплохо да разок можно сыграть разок можно сыграть атмосферка в игре кстати есть прикольно как то вот необычно необычно сделано ну и кому понравилось ставим лайки подписываемся на канал группу вконтакте вот ссылочка на плейлист будет в описании так что заглядываем вот обязательно вот как вся эта история началась для меня и она еще далеко не закончена вот ну и пишите свое мнение в комментариях комментарии для меня очень важны очень интересно почитать что вы думаете об этой игре вот и с вами был валерий всем пока до новых встреч я